Тактика, которую применяет Россия, она неприменима именно к нам. Очень большая игра на публику для того, чтобы просто не дать врагу понять, что на самом деле происходит. Беларусь идет на любые уступки. Там начала передавать технику, в том числе и со своих запасов. До тех пор, пока мы не остановим его на каком-то месте, не загоним опять назад в берлогу, к сожалению, он не остановится. Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политека. Сегодня мой собеседник, генерал-майор СБУ в запасе, Виктор Ягун. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Николаевич, начнем с анализа оперативной ситуации. Что происходит на фронтах и как ситуация складывается на ключевых направлениях? Ситуация остается очень сложной. На ключевых направлениях это у нас юг на Запорожье и юго-запад на Николаев Кривой Рог. Он как бы более-менее стабильный. Враг каких-то попыток наступательных действий не проводит. Есть информация от наших разведчиков военных о том, что они пытаются создать эшелонированную оборону. В три ряда, в три эшелона. И обстреливают по возможности Николаев и ближайшие села. То есть я так понимаю, что они просто выходят в глухую оборону, потому что у них просто нет потенциала наступательного. Хотя пришла информация о том, что они подтянули туда старые образцы танков, около 350 единиц. В Мелитополе они были замечены. Это Т-62, которые за информацией еще в 2011 году должны были быть утилизированы. Оказывается, они не утилизированы, они на самом деле есть. И их собрали по всей стране и привезли туда. Один из моих товарищей из Израиля, он имеет военное образование, учился в нашем Харьковском военном училище танковом. Он предположил, что эти танки для наступательного действия не приспособлены. Но если их окопать и использовать как такие огневые точки в каких-то отдельных районах, то они очень так еще могут послужить. Поэтому вот скорее всего, что они действительно не для наступления, а для обороны. В этой связи наверняка следует обсудить также и то, что американский институт изучения войны сообщил, точнее аналитики сообщили, что в последние дни, хотя оборона Украины остается эффективной, российские вооруженные силы имеют определенный прогресс в ведении боевых действий и готовят третью линию обороны. И также аналитики говорят о безуспешных попытках продвинуться от Изюма вблизи границ Харьковской и Донецкой области. Это то, что говорят американские партнеры. Да, то есть они сконцентрировали все удары на востоке, причем не полностью по всей линии фронта, а только в отдельных местах и действуют такими отдельными батальоно-тактическими группами для того, чтобы получить, ну а откусывать нашу территорию маленькими такими кусочками. То есть на Изюмском направлении они пытаются продвинуться, ничего не получается. В Харькове они пошли в глухую оборону и пытаются удержать то, что у них есть. Подтягивают войска с Белгородского и Воронежского направления. Ну я не знаю, смогут ли они в очередной раз перейти границу и попробовать, в очередной раз попробовать окружить Харьков. Для этого все-таки надо около хотя бы 50 тысяч человек подтянуть. У них на данном этапе нет этого всего. Они и так растянули все, что у них есть. Даже если взять эту цифру 110 батальоно-тактических групп на Украине, то это не больше 110-120 тысяч человек. То есть даже 200 тысяч, ну я думаю, что 200 тысяч они имеют. Это вместе с их коллаборантами, с Росвардией, с этими чекистами, ихними медистаповцами. Все в куче. Они где-то 200 тысяч на территории Украины, наверное, все-таки накопили. Не больше. Для взятия и удержания этих территорий реально недостаточно. У нас недостаточно войск для того, чтобы перейти в контрнаступление. Потому что все понимают, что контрнаступление – это критическая, очень важная ситуация, где надо иметь огромный перевес. Ну не огромный, но значительный перевес в живой силе, технике. Либо полная деморализация войск противников, которые стоят перед нами. Пока что мы ни того, ни того не имеем, поэтому и нет никаких наступлений. А наоборот, мы сейчас пытаемся сохранить свои войска, вооруженные силы, своих людей. Уходить из тех небольших котлов, которые они нам там постоянно создают. Виктор Николаевич, давайте также обсудим те данные, которые регулярно публикуют наш генеральный штаб, генштаб вооруженных сил Украины. Армия России стремится активно наступать на Донбасс, пытается закрепиться в Лимане и продвинуться в направлении Бахмута и Славянска с целью нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинские подразделения от основных сил. То есть это та задача, которая сейчас стоит у армии противника. Я думаю, что это возможно, потому что, как бы это сказать правильно, у нас совершенно другая тактика. У нас нет высоких, больших группировок сейчас на данном этапе. И нам нет необходимости там железной дороги, какие-то там, не знаю, там большие какие-то трассы. У нас весь подвоз производится очень мобильными такими группами. И сами войска у нас очень мобильные. Вот меня сегодня спрашивали, может ли Российская Федерация использовать тактическое ядерное оружие на поле боя. Тактическое ядерное оружие в свое время было разработано для того, чтобы уничтожить большую группировку войск. Какой-то укрепрайон, например. Грубо говоря, вот есть Мариуполь. В Мариуполе есть какие-то укрепленные районы. И вот они не могут его взять там несколько месяцев. И вот они знают, что там больше 20 тысяч человек, укрепилась техника. И вот они вот это вот все накрывают ядерным взрывом, ядерным тактическим оружием, локального действия. У нас нет этих вот огромных скоплений армии, войск, техники. И поэтому тактика, которую применяет Россия, она неприменима именно к нам. У нас вот эти вот мобильные группы, мобильные бригады, мобильность отхождения, подход-отход. То, что наши появляются со всех сторон, вот такая полупартизанские такие действия. То, что наши используют мобильные группы по уничтожению бронетехники, которая выдвигается. Это очень не вписывается во все эти тактические действия русских. А они идут вот, ну у них не очень получается, но они пытаются вот эшелонированно, да, вот таким эшелоном. И если есть возможность какие-то там котлы делать, еще что-то такое, пока что наша тактика выигрывает. Да, мы, к сожалению, из-за нехватки тяжелой техники, нехватки некоторых ресурсов пока что отступаем. Но я думаю, что это все-таки временное явление. Ну, кстати, эту войну очень часто называют маневренной войной. Насколько это, ну, корректное утверждение? Я думаю, что да. Во-первых, она маневренная, она все-таки совершенно другого типа. Во-первых, мы активно используем современные виды вооружения. И беспилотники, и дроны, и сейчас вошли такие специальные снаряды, которые имеют самонаведение. Зенитно-ракетные комплексы переносные, которые раньше использовались только для каких-то таких, ну, полудиверсионных, так бы, таких вот вещей. А у нас они массово используются. И это показало свою эффективность. Ну, где еще на поле боя современного противник может потерять больше 200 самолетов. Поэтому я думаю, что это очень-очень эффективная работа наших ребят. И сейчас, вот буквально пару дней назад, ну, вчера или позавчера, я посмотрел, как используется дрон Камикадзе, маленький такой, да. Это тоже, как бы, эффективность такая. И та техника, которая украинского производства, стульные корсары, это тоже техника совершенно другого уровня. И мы сейчас реально, ну, все это началось еще все-таки, когда был Карабахский конфликт. Когда мы видели конфликт, ну, войну Армении с Азербайджаном. И мы уже тогда понимали, что это все-таки война совершенно других измерений. Ну, я не говорю, что война, там, 20 века с 21, но вот где-то война советской армии с более продвинутыми какими-то европейскими армиями нового образца. Виктор Николаевич, а вот как вы в целом оцениваете ситуацию вокруг Северодонецка? Потому что уже около двух недель активно обсуждают сложившуюся ситуацию там. Какая роль, можно так говорить, или все же какое стратегическое значение этого города имеется? Никакого стратегического значения этого города не имеется, кроме того, что они просто могут объявить, что вот они наконец-то освободили от украинцев Луганской области. И все полностью вот они вышли на границы административной Луганской области. Это для них больше такая символическая вещь, чем какая-то там стратегическая. Вот поэтому они там и бьются. Другое дело, что выход после Северодонецка на Славянск, да, это серьезная вещь, потому что если мы потеряем Славянск, то нам очень тяжело будет потом, мы знаем по опыту 2014 года, насколько тяжело было потом выйти на рубежи, на те рубежи, на которые мы потом вышли в 2015 году. Это очень тяжело. Вот относительно, Виктор Николаевич, некоторых символических вещей, телеграм-канал «Генерал СВР» пишет о том, что после захвата и присоединения к России четырех областей, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, в планах Путина начать процесс переговоров о мире. Сам мирный процесс, конечно же, в кавычках, должен стать ширмой для подготовки коннекции Харьковской, Николаевской и Одесской областей, а также Молдовы. После провала мирных переговоров в планах Кремля дальнейшая агрессия с целью захвата вышеуказанных территорий и параллельно серия гибридных операций в Европе с прямой угрозой использования ядерного оружия, которое будет исходить непосредственно от руководства Кремля. Создать раскол в Евросоюзе и НАТО – это идея фикс президента России Владимира Путина относительно последнего. Вы также слышали те заявления, которые звучали относительно и войны, и различных методов разрешения, то есть сложившейся ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день. Я согласен с этим предположением, которое сейчас было прочитано. Почему? Потому что у Путина полностью свихнутое понимание истории, и он не только не остановится на том, что он сейчас, когда все прочитано, но если мы сломимся и нас будет захвачено, то он и дальше, и в Польшу пойдет, до тех пор, пока его кто-то не остановит. Вот в чем проблема. У него есть понятие восстановления территории Российской империи, это раз, а у него остается понятие, что Российская империя или там российский мир, русский мир должен выйти к Босфору и взять Константинополь. Вот так вот. Я не знаю, кто этому вложил в голову, где это он прочитал, кто у него теоретик, но вот они на таком уровне мыслят. И поэтому, если кто-то там себе какие-то там сентенции рисует, что он где-то там остановится, он не где не остановится. До тех пор, пока мы не остановим его в каком-то там, на каком-то месте, не загоним опять назад в берлогу, к сожалению, он не остановится. То есть главная задача это нанесение военного поражения Российской Федерации и уповать на то, что какие-то санкции политические, экономические, и то давление, о котором говорят наши международные партнеры, это попросту оттягивание времени. То есть та задача, вокруг которой мы должны фокусироваться, это нанесение именно военного поражения. 100%, другого у нас не дано. Если мы не сможем их остановить на поле боя, если мы не покажем свою силу, ничего не получится. Вот такая же самая ситуация была в свое время с Финляндией, да? То есть он остановил, ну, монстр Советский Союз или там Россия, какая бы она ни была, там, имперская, советская, она останавливается только после того, когда она понимает, что она просто не может переварить то или другое государство. Вот Финляндию они тогда не смогли переварить. И они не поняли, что, наверное, Финляндия лучше, пускай будет в таком виде и в таком статусе, как он есть. Сейчас они просто понимают, что Финляндия и там Швеция, их не по зубам. Они еще не поняли, что фактически Балтийского флота у них тоже не будет. Что это за Балтийский флот, который будет баранжировать между Кронштадтом и Калининградом? Если они только сунутся, только сунутся в сторону Европы, я думаю, что Калининградский анклав будет уничтожен как вид. И дальше пойдет все по накатанной. То есть я просто не могу понять, кто из аналитиков и что ему пишет, и что они там предполагают. Упывать на ядерное оружие так, как он упывает, это, конечно, очень ошибочная позиция. Потому что есть информация, и я думаю, что она правдивая, о том, что офицеры, которые имеют непосредственно отношение к этим войскам, явно не хотят быть самоубийцами. Они намного лучше понимают, с чем это все может закончиться не только для них и для их семей, но и, понятное дело, для России. Поэтому еще не факт, что это все будет происходить. Как всегда, в какой-то момент сыграет тот факт, что принятие решения стратегическое будет невыполнено на каком-то тактическом уровне. Виктор Николаевич, представитель Главного управления разведки Министерства Брона Вадим Скибицкий заявил следующее, что война будет продолжаться до зимы. Путин не хочет сдавать свои позиции, отказываться от планов. Поэтому, по прогнозам аналитика, война будет долговременной. Сейчас несколько ключевых дат, по мнению господина Скибицкого. Первая дата – это 11 сентября. В России этот день был единым днем голосования. К этой дате привязывают возможность проведения псевдореферендумов или других мероприятий на оккупированных территориях. Следующая дата – это 7 октября, день рождения Путина. Ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему соответствующий подарок. Я понимаю позицию Российской Федерации, которая очень любит какие-то сакральные даты, к чему-то что-то привязывать. Я думаю, что все-таки самая сакральная дата, на которую рассчитывает Путин, не сколько его день рождения или единые выборы, сколько 24 декабря – это столетие Советского Союза. Вот именно к этой дате они и будут пытаться что-то подтянуть. Если у них этого не удастся, если они не смогут хотя бы эфемерно объявить восстановление какого-то союза. Кстати, есть очень большая теория, что будет восстановленный красный флаг как единый флаг этого территориального образования. Я думаю, что это будет полным провалом Путина за все его 20 лет, потому что он очень большое значение ставит именно на эту дату и на этот юбилей. Виктор Игоревич, в одном из своих интервью Вы говорили о критической точке активной фазы войны, которую Украине нужно выдержать. О чем идет речь? Имеется в виду, что мы сейчас ведем оборонительные бои. Очень тяжелые, они нас выматывают, такие выматывающие бои, но их легче вести в обороне, чем в наступлении. В обороне всегда меньше надо средств, меньше всегда надо людских ресурсов. И поэтому вот эта вот тактика, она в первую очередь изматывает не сколько нас, сколько противника. И мы должны четко увидеть критический момент, когда у противника просто не будет возможности в полной мере возобновлять людской ресурс, ресурс техники, ресурс материально-технический. И вот эти все логистические моменты где-то в какой-то момент начнут стоприться. У нас уже есть информация о том, что некоторые части просто либо расформировываются, либо перегруппируются, и их не могут даже заполнить на 80%. Там говорят, что отдельные части, которые вступают в бой, вроде как бы вновь сформированные, не больше 72% личного состава. То есть когда мы поймем, что они уже не могут даже сформировать полноценные подразделения, когда они где-то выдохнутся и остановятся, тогда вот эта вот точка и произойдет. И тогда, наверное, уже можно будет планировать, если не наступление, то какие-то контрдействия, какие-то отдельные контроперации. Наверное, это где-то очень-очень похоже на то, как немцы давили в 41-м году на Москву, и в конце октября, в начале ноября у них произошел вот этот излом, и они просто остановились на каком-то моменте, буквально там за несколько километров от Москвы. И вот этот вот момент тогда был очень четко отслежен в Советском Красной Армии, и они этим воспользовались, и в начале декабря началось контрнаступление, которое позволило тогда откинуть немцев от Москвы на 150 километров. Вот этот вот момент очень четко показывает, как именно все это происходит. Вроде машина идет, 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 и в какой-то момент она просто останавливается. Потому что не потому, что она там полностью выдохлась, а потому что, ну, каждая машина должна хотя бы в какой-то перестойку. Мы, кстати, это тоже можем увидеть не только на поле боя, но и по тем моментам, когда начнутся какие-то поездки или попытки российских дипломатов, выйти на контакт с Украиной через своих посредников на предмет, а давайте сядем поговорим. Сейчас уже есть предпосылки к этому, что там и Кипр, и Италия пытаются внести какие-то, что давайте про мирные договоры, давайте поговорим, давайте посадим их за стол переговоров. Я так понимаю, что наши четко поставили красную границу. Не вопрос, мы можем говорить только после того, как наша территория будет полностью освобождена от вражеских войск. Все, на этом все закрывается. Главная красная линия, что Украина своими территориями не торгует. Да, это основное. А потом уже будем говорить на предмет того, как мы будем восстанавливать мир, как мы будем восстанавливать Украину, за чьи деньги, что нам это будет компенсировать. Если они не хотят, чтобы Россия компенсировала, значит, мир будет компенсировать за счет России, не знаю, за счет свой счет. Относительно немцев, вы очень интересные параллели провели. Вот есть информация, точнее мнение от стомного генерала Бундесвера и НАТО, Ханса Лотера Домрёза, и он заявил следующее. Украина не сможет полностью противостоять российскому наступлению в Донбассе в ближайшие недели, но с осени украинцы смогут оказывать большее сопротивление, когда появится больше западного оружия. Мы также с вами можем достаточно осторожно поговорить о темпах предоставления Украине необходимого оружия, потому что вот всегда излучающий определенный оптимизм Алексей Арестович заявил о том, что Украина в тяжелом положении, это будет до тех пор, пока не поступит западная военная помощь Украине. Но якобы все же документы подписаны, заявления делаются, Рамштайн дважды собирался, а вот все не хватает и не хватает нам необходимого. Я думаю, что это один из таких пиар ходов, потому что я понимаю, что там происходит. Но, во-первых, никто не хочет раскрывать карты, никто не хочет показывать, что на самом деле поступает, и в каком количестве, и где оно находится. Это два. Во-вторых, никто не хочет рассказывать, какое количество наших военных уже сейчас обучается. в Штатах, в Великобритании, в Польше, у нас, в Наполеонах. Кто их учит и чему учат. Поэтому я думаю, что тактика очень правильная. Хватит нам таких мелодий мира. Я думаю, что все будет нормально, но хотя бы месяц-полтора надо успокоиться. И надо понимать, что Украина действительно сейчас накапливает силы, и у нас есть силы сдерживать противника, но нет сил переломить ему хребет окончательно. Поэтому будем его просто выматывать в этих всех оборонных боях. Тот же Арестович в четверг заявил, что по непроверенным данным мы потеряли город Лиман. То, как российская армия, говорит Арестович, его захватила, показывает, что там талантливые командиры, и это показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии. Скажите, пожалуйста, вот эта такая комплементарная риторика в адрес российской армии, это также определенный пиар-код? Я думаю, да. Я думаю, да. Это такой троллинг высшего уровня. Ну, пускай. Ну, откуда у них... За три месяца, когда они собрали самую лучшую часть своих войск, самую лучшую технику, самых лучших командиров, и тут бах, и они за три месяца выучились, талантливыми стали. Не стали они талантливыми, они как были пьяницами, алкоголиками и наркоманами, они такие остались. Просто ситуация очень простая. Они сконцентрировали на маленьких участках огромнейшие усилия. И есть преимущество не в три, а в четыре, в пять, и даже больше раз в технике. Я даже не говорю, сколько там, до 20 часов. Президент говорил, что до 20 раз превышает. Количество техники. А живой силы. И они это все кидают, и кидают, и кидают. И вот наши уже даже, когда видят убитых, ликвидированных этих расшистов, они обращают внимание, что очень много молодых. Чрезвычайно большое количество молодых. И не исключено, что это уже как раз это новое поколение, которое подвезли уже даже после призыва. Поэтому я думаю, что не так все просто. Но вот есть такая тактика. Будем верить Аристоевичу. У нас же он самый главный. Самый главный у нас, мы знаем кто, это не Алексей Аристоевич. Но тем не менее, Виктор Николаевич, относительно военной помощи, ленд-лиз, вот эти поставки, разговоры, когда это может все заработать в полном объеме? Я же говорю, была же встреча в Рамштайне, там дали определенные месседжи о том, что вот вы можете получить вот это, те страны предоставят артиллерию, там еще какие-то будут необходимые для Украины поставки. Я думаю, что вы знакомились с заявлениями и министра обороны Украины Алексея Резенникова относительно итогов второго Рамштайна. Но прекрасно понимаем, что самое главное, конечно же, остается за кулисами. Я думаю, что все идет. Все нормально идет. Очень большая игра на публику для того, чтобы просто не дать врагу понять, что на самом деле происходит. Это раз. Во-вторых, огромнейшее идет противодействие через их лоббистов, которые пытаются там или в том или другом месте, вставить палки. Но палки не получаются. Почему? Потому что идет механизм совершенно по другим направлениям, даже не согласованный с правительствами. То есть Америка поставляет все, что может поставлять, это уже идет. Сейчас решается вопрос, я понимаю, что про ракетные системы залпового огня. Если эти ракеты будут переданы Украине, ну там реально вообще ситуация будет кардинально изменена. Единственное, что вопрос в чем? Вопрос в том, что эти системы работают за двумя принципами. Смотря какие там, какие компоненты. То есть есть ракеты, которые, ну, аналог наших, там, градов с Мерчей. Дальность полета, там, 40 плюс километров. И есть возможность установления на эти шасси контейнеров, которые рассчитаны на ракеты до 300 километров. Если вот мы получим эти ракеты, это, конечно, будет просто супер. Единственное, что вот уже, да, я уже неоднократно считал о том, что есть, ну, боязнь того, что украинская армия начнет использовать их по территории России. И это как бы, ну, изменит ситуацию, там, что-то поменяется, не поменяется. Но сказали же, что это суверенное право Украины наносить удары по территории России. Не могу понять, откуда вот пошла эта информация, что вот они опасаются. Так если опасаются, по нам можно стрелять, а нам нельзя стрелять. И никто же не говорит о том, что Украина собирается обстреливать Воронеж, либо Белок, либо Курск, да, то есть именно жилые кварталы и городов. Хотя у меня очень большое желание такое произвести. Я думаю, скорее всего, что нас больше интересуют те военные лагеря, где формируются группировки, которые заходят на нашу территорию. Вот это меня очень интересует. Если мы сможем доставать их, если мы сможем доставать даже на территории Белорусы или России ихние аэродромы, то это совершенно другая ситуация. Если мы сможем со своей территории достать даже тот же Крымский мост, либо какие-то объекты в Крыму, которые сейчас находятся вроде как бы для них в более-менее безопасной ситуации, то это тоже плюс. И ничего нам никто не сможет указать. И я помню эти заявления и британцев, и американцев, что это действительно суверенное право Украины обстреливать врага на его территории. Да, наносить удары. Виктор Николаевич, и еще, пожалуй, относительно заявления Александра Лукашенко. Он заявил, что вооруженных силах Белоруссии создают новое оперативное командование, не южное, при этом он заговорил о вероятной войне на территории своей страны. По его мнению, на Белоруссии якобы будет оказываться военное давление через Польшу, Литву, Латвию, собственно, через войска Северно-Атлантического альянса. И поэтому целесообразно создать вот это военное командование, которое, по словам Лукашенко, будет работать в условиях военного времени. Это опять-таки показать перед Путиным свою значимость, и что он ему помогает. Что это? Да, я думаю, что это в очередной раз такая беготня по потолку для того, чтобы показать хоть какие-то действия. Мы производим какие-то учения, мы там сдерживаем войска, у нас не хватает сил, но мы группируемся, дайте нам еще что-нибудь. Ничего там такого чрезвычайного нет. Они все будут делать для того, чтобы только не перейти к активной фазе боевых действий. Они уже пошли даже на то, что разрешили своим пенсионерам участвовать в боевых действиях. У нас уже есть подтверждение о том, что сбили летчика 63 года, полковника в запасе военного летчика в Беларуси, который воевал в составе Вагнера. То есть у нас есть информация о том, что некоторые военнослужащие белорусской армии получили разрешение и заключили контракты с российской армией и воюют в составе вооруженных сил России на территории Украины. Но как частные лица. Как физические лица, не как военнослужащие Беларуси. То есть Беларусь идет на любые уступки. Там начала передавать технику, в том числе и со своих запасов, которая находилась на консервации. То есть все только, чтобы физически не участвовать в войне. Я думаю, что это будет продолжаться и в дальнейшем. И втянуть Беларусь будет очень и очень сложно, даже чрезвычайно сложно. Есть попытки спровоцировать какие-то обстрелы, еще что-то. Пока что ничего такого нет. Они даже подтянули Искандеры ближе к нашим границам. Надеюсь, что наши накроют эти Искандеры своими ракетами. И таким образом еще раз можно будет подтвердить, что видите, даже все-таки война перешла на территорию Беларусь. Не думаю, что это получится, но есть такие попытки. И последнее. Итальянская газета пишет о том, что премьер Великобритании Борис Джонсон предложил Зеленскому создать новый международный альянс, который будет направлен против России. Согласно данным газеты, Лондон предлагает объединить страны, недовольные политикой Брюсселя и действиями Германии в адрес Москвы. Новый политический, экономический и военный альянс станет альтернативой Европейского Союза. Премьер-министр впервые представил эту инициативу Зеленскому, когда украинский президент принял его в Киеве 9 апреля. Модель Бориса Джонсона предполагает создание европейского содружества, лидером которого будет, естественно, Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно будет чуть позже включить Турцию. И Джонсон предлагает создать альянс государств, которые защищают национальный суверенитет и выступают за свободную экономику. В общем, такой вот альянс, который направлен на альтернативу Европейскому Союзу, Великобритания вышла с ЕС, вероятность того, что Украине предоставят статус кандидата на членство в Европейском Союзе, ну, мягко говоря, также не очень высоки, учитывая, что и это решение должно приниматься на основе консенсуса. Как вам такое предложение Бориса Джонсона, если оно, конечно же, будет вам? Я бы его поддержал. Потому что в Евросоюзе есть огромнейшие проблемы, и мы это увидели на фоне того, что происходит с шестым пакетом. Они даже не могут согласовать какие-то элементарные вещи, которые и так очевидны, из-за позиций совершенно не самых ключевых стран. То есть, до тех пор, пока не будет принято решение о том, что все принимается не консенсусом, а большинством, я думаю, что ЕС не будет иметь эффективности, которую он имел вначале. И объективно надо понимать, что эффективность это будет снижаться с включением таких стран, например, как Сербия, либо Босния и Герцеговина, там, со своими позициями. То есть, это все будет дальше и дальше усугубляться. Поэтому я думаю, что предложение, если не будет принято конкретное решение, а нет даже вступления нас в ЕС, а о кандидатстве в ЕС, против которого уже сейчас выступила Кипр и Италия, я думаю, что после этого однозначно надо принимать решение по предложению в Великобритании. Ну что же, Виктор Николаевич, огромное вам спасибо за это интервью. Генерал-майор СБУ в запасе, Виктор Ягун был сегодня вместе с нами на Политека. Огромное спасибо всем нашим зрителям и слушателям. Берегите себя и до новых встреч. До свидания.